Здравствуйте! Мы с вами продолжаем осваивать приемы гонбола. Сегодня вы узнаете, как забросить мяч в ворота. Но сначала поговорим об олимпийском движении. Олимпийские игры имеют множество традиций и свою символику. Вы узнали, что к олимпийским символам относятся флаг с кольцами, гимн, клятва, лозунг, медали. Сегодня мы узнаем эмблему и талисман. Каждые олимпийские игры имеют свою уникальную эмблему, символизирующую город и страну организатора. Официальная олимпийская эмблема состоит из олимпийского символа и олимпийского девиза. Символ – это пять переплетенных цветных колец на белом фоне, а олимпийский девиз – быстрее, выше, сильнее. Право использовать олимпийскую эмблему имеют только мок и ног. Талисманы появились совсем недавно, в 1968 году. Талисман для каждой олимпиады выбирается принимающей страной по своему усмотрению. Обычно талисманом выбирают какое-либо животное. Первым талисманом была такса Вальди, появившаяся на свет в 1972 году на летних олимпийских играх в Мюнхене. На играх 22-й олимпиады в Москве талисманом был олимпийский мишка. А на 22-х зимних олимпийских играх в Сочи сразу три талисмана – леопард, белый мишка и зайка. Без специальной физической подготовки нельзя научиться бросать сильно и точно. Поэтому в разминку мы включили общеразвивающие и специально развивающие упражнения. И проводим их в форме круговой тренировки по восьми станциям. Первая станция – общеразвивающие упражнения – рывки руками. Движения выполняются вверх и вниз. Вторая станция – упражнения с теннисным мячом. Отпускаем и ловим мяч с люту, чередуя правую и левую руку. Третья станция – общеразвивающие упражнения – наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево. Четвертая станция – прыжки через скакалку двумя ногами, прокручивая скакалку вперед. Пятая станция – общеразвивающие упражнения. Повороты туловища вправо, влево. Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью. Шестая станция – имитация броска мяча сверху, согнутой рукой. Упражнение выполняется с резиной. Шаг левой ногой – имитация броска мяча сверху. Седьмая станция – общеразвивающее упражнение – приседания с выпрыгиванием вверх. Восьмая станция – спрыгивание со скамейки. Встать двумя ногами на скамейку, вспрыгнуть на две ноги, амортизируя прыжок. Упражнение закончено. Мяч гонбольный изготавливается из кожи сферической формы, не скользкий и не блестящий. Вес мяча – 290-330 грамм. Давайте вспомним, как правильно держать мяч в руке. В пятом классе вы научились удерживать мяч фалангами пальцев, бросающие руки. Три пальца размещены сзади мяча, а мизинец и большой палец поддерживают мяч сбоку. Бросок – это прием, позволяющий забросить мяч в ворота. С его помощью достигается результат игры. Бросок можно выполнить в прыжке, в падении и в опорном положении с места и с разбега. Бросок мяча можно разделить на 4 основные фазы. Исходное положение или стойка перед разбегом, разбег, замах и финальное усилие – сам бросок. Для выполнения броска сверху с одного шага выполним специальные упражнения. Первое упражнение – имитация броска без мяча с одного шага разбега. Второе упражнение – имитация броска с мячом в руке с одного шага разбега. Третье упражнение – имитация броска с ударом в полмячу с одного шага разбега. В четвертом упражнении мы выполняем бросок ворота с одного шага разбега. Упражнения закончены. Бросок, согнутый рукой сверху, в опорном положении, является одним из самых распространенных гонболей. Наиболее сильный и дальний бросок достигается с разбега. Игрок начинает замах под первой, а заканчивает одновременно с последним шагом. То есть замах выполняется на три шага. Второй и третий шаги делаются скрестными. Носки ног разворачиваются под углом 45 градусов к направлению разбега. В конце замаха скорость бега замедляется. Бросающий оказывается боком к воротам вес тела на сзади стоящей ноге. Рука с мячом почти полностью выпрямлена. Бросок начинает с поворота грудью к воротам и переноса центра тяжести на впереди стоящую ногу. Одновременно согнутая в локтевом суставе рука с мячом выбрасывается вперед. Выпуск мяча завершается захлёстывающим движением предплечья, кисти и пальцев. Возможные ошибки. Те же, что и при выполнении передачи согнутой рукой сверху. Последний шаг разбега очень широкий. Игрок как бы садится и, как правило, бросает выше ворот или в блок сопернику. Отставание из замаха и броска от скорости разбега. Выполнение с замаха и броска круговым движением в плечевом суставе. Выполним специальное упражнение для освоения броска с трёх шагов разбега. Имитация броска без мяча с трёх шагов разбега. Имитация броска с мячом в руке с трёх шагов разбега. Имитация броска с ударом в пол мячом с трёх шагов разбега. Бросок мяча в ворота с трёх шагов разбега. Результатом технически правильного выполненного броска будет забитый мяч в ворота соперника, что в итоге приведёт команду к победе. Бросок в прыжке выполняется в тот момент, когда игрок после прыжка вверх достигает наивыше точки взлёта. Правая рука с мячом, согнутая в локтевом суставе, отводится назад. Левая рука выносится вперёд. Отталкиваясь левой ногой для правшей, выпрыгивая вверх, игрок разворачивается грудью вперёд, резко отводит правую ногу назад, выполняет бросок и приземляется на левую ногу. Выполним специальное упражнение для освоения броска в прыжке. Упражнение выполняется с помощью гимнастической скамейки. Первое упражнение. Исходное положение. Стоя лицом к скамейке, правая рука вверху. Делаем шаг левой ногой на скамейку. Отталкиваемся и спрыгиваем на пол на левую ногу, выполняя имитацию броска рукой. Второе упражнение. Упражнение. Исходное положение. Стоя лицом к скамейке, правая рука вверху с мячом. Делаем шаг левой ногой на скамейку. Отталкиваемся и спрыгиваем на пол на левую ногу, выполняя бросок мяча правой рукой. Выполняем третье упражнение. Исходное положение. Стоя лицом к скамейке, правая рука вверху. Делаем два шага на полу и третий шаг левой ногой на скамейку. Отталкиваемся и спрыгиваем на пол на левую ногу, выполняя бросок правой рукой. Четвертое упражнение. Исходное положение. Стоя лицом к скамейке, правая рука вверху с мячом. Делаем два шага на полу и третий шаг левой ногой на скамейку. Отталкиваемся и спрыгиваем на пол на левую ногу, выполняя бросок мяча правой рукой. Возможные ошибки. Прыжок выполняется вперед, а не вверх. При землении после прыжка на обе ноги и на руки. Особое внимание в новых правилах обращено на пресечение грубой игры. Запрещается удерживать игрока руками, толкать, набегать или напрыгивать на него, делать подножку. При грубом нарушении этого правила, если оно произошло в атаке ворот, назначается 7-метровый штрафной бросок. Напротив линии ворот, параллельной ей, на расстоянии 7 метров по центру ворот проводится 7-метровая линия длиной в 1 метр. Выполнение броска. Выполнение броска. Игру встает перед линией броска, отводит руку с мячом и одноименную ногу назад. По команде судьи выполняется бросок в ворота. Нельзя двигать или отрывать от пола опорную ногу. Возможные ошибки. Заступ за линию штрафного броска. Вратарь стоит в воротах размером 2 метра на 3 метра. Вратарь выполняет самую трудную ответственную роль в команде. От его действий зависит успех не только обороны своих ворот, но и нападение команды. Для вратаря важны быстрота реакции и ориентировки. Ему необходимы сила и ловкость. Физическое качество ловкость – это способность справляться с любой возникшей двигательной задачей. Не пропустить мяч в ворота и организовать контратаку – вот основные задачи игровой деятельности вратаря. Для вратаря есть стойка, перемещение вратаря, задерживание мяча руками и ногами. В зависимости от положения мяча вратарь принимает различную стойку, различая два вида основных стоек – в середине ворот и у боковых стоек. В центре ворот ему удобнее действовать, находясь в основной стойке. Ноги полусогнуты и расставлены на ширину плеч. Вес тела равномерно распределен на обе ноги и перенесен на переднюю часть стопы. Туловище несколько наклонено вперед. Руки полусогнуты и разведены в стороны. Ладони обращены вперед и находятся на высоте плеч. Перемещение в воротах выполняют приставными шагами. Это позволяет быстро менять направление и быть готовым к отражению мяча. Еще упражнение для вратаря. Отбивать мяч вратарю приходится двумя руками и одной, ногой и рукой одновременно, туловищем. В шестом классе вы узнали, что броски в гонболе бывают опорные и в прыжке. Научились применять опорный бросок в ворота с одного из трех шагов разбега. Самостоятельно выполняйте упражнения для развития кисти и держания мяча, показанные вам в уроке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...